Все пчеловоды отлично знают компанию Лысонь, знают ее качество и ассортимент довольно неплохой. Сейчас я нахожусь в Познане, это 700 км пасеки, и вот здесь есть склад производителя Лысонь. Хочу посмотреть, как там у них все организовано, как происходит отгрузка на территории Польши. Ну и собственными глазами увидеть все, что можно увидеть и вам показать. Склад где-то здесь. Так, вот вижу логотип на стене Лысонь. Осталось найти вход, наверное, там. Вот нашелся склад, где Лысонь хранится. Поднимаю, смотрю, как здесь все. Так выглядит склад компании Лысонь в Познане. Здесь масса продукции, начиная от ульев. Кстати, Лысонь делает 6 видов ульев, в том числе и Додан. Есть еще несколько таких польских названий ульев, но, я так понимаю, это все местное. Вот рамочки, рамочки уже с проволокой, банки, пчеловодческий минтай. Что-то много вещей, которых я даже не знаю названий. Это магазины. Посмотрим, что еще есть. Так, это костюмы. Это перчатки. Так, вот рамки, заставные, пластиковые. Вот стол. Также рамки, это опять. О, интересно, деревянные улья какие. Так, интересно, собрано. Это корпуса. Шестирамочники. Это славится, в первую очередь, Лысонь миногонниками и ульями. Миногонник я пока здесь не вижу, но вот здесь много всякой мелочевки. Вот это наклеечки, видимо, для меда, для банок меда. О, дымари. А, кстати, даже вот есть цены. Кстати, а медный дымарь. Как это видел, какого-то на сайте медный дымарь. Интересно, что он стоит. Стаместки. Конечно, размер очень такой большой, склада. Скорее всего, здесь работает на эту часть территории Польши. Вот это овощина. Ну, здесь вот у меня ночи хранятся всякие проволоки, деревяшки, непонятные штуки. А вот таким образом выглядит уже запечатанная и готовая к доставке продукты. Ну, и учитывая, что мой дымарь не совсем сломался, наверное, я здесь приобрету вот такой дымарь. Вот этот, 69 злотых. Равню потом, сколько он в Минске стоит. Ну, в любом случае, здесь, думаю, дешевле. Учитывая перевозку в Минск, организацию налогов, компаний. Ну, вот, таким образом посетил склад Лысонь в Познане. Самый ценный ресурс у нас в это время. Как всегда, его не хватает. Хотелось, конечно, обзор сделать более детально и показать там всякие штучки, которых у нас, допустим, просто-напросто нет, потому что нецелесообразно перевозить в Беларусь. Ну, хотя бы что-то увидел. Ну, купил там дымарь большой, сделал небольшую скидку, получилось за 10 долларов дымарь. У нас он стоит в Минске 40 долларов, перчатки 5 долларов, у нас они там около 20 что-то, именно долларов. Ну, и менеджер подарил мне такую ванну для распечатки рам. В принципе, это очень нужная, по крайней мере, ремня штука, потому что хочу купить рано или поздно стол для распечатки. Он, конечно, стоит так не дешево. Для начала мне хватит, наверное, такой ванны, сделаю обзор, доберусь до отеля. Ну, и, конечно, круче сделать обзор там в конце июня, когда первый мед выниму. Ну, пока что есть, то есть. Еще интересную штучку подарил, там, с термометром, я даже не знаю, как это объяснить, такая пластиковая, как разделитель пластиковый, через который вообще могут проходить, а не могут. Я пока такими не пользовался, поэтому даже сказать об этом ничего не могу. Вот, ну, вывод такой. Лысонь, компания по ценам у нас в Беларуси дорогая. Здесь же все стоит в 4-5 раз поменьше, поэтому, ну, короче, есть смысл, наверное, больше езд покупать что-то для пчеловодства. Взял каталог у них, там много медагонок, очень много разных, можно сравнить цены, потом включать растаможку и, может быть, что-то можно привозить сюда. Вот, единственное, у нас проблема, есть языковой барьер, потому что, с одной стороны, мы белорусы, мы отлично знаем русский язык. Многие даже белорусский язык не знают так хорошо, как русский язык. Мы прекрасно понимаем, немножко сбился из-за того, что нужно было проверить маршрут правильно для этого, то я могу не туда завернуться и потеряю много времени. Итак, мы белорусы отлично знаем русский язык, мы знаем свой белорусский язык, хотя не так хорошо, как русский. Рядом с нами Украина, в принципе, любой белорус понимает, что говорит украинец. И в то же время мы понимаем польский. Понимать, что мы его понимаем, а вот разговаривать нам сложнее, надо практика. Вроде слушаешь менеджера Sony, он что-то говорит, но пару слов, которых, не знаю, нет у нас в Лексиконе и уже непонятно, о чем идет речь. Вот поэтому языковой барьер, это, конечно, минус, но для белоруса выучить польский язык, это элементарно. Тем более многие белорусы сейчас живут в Польше и общаются там месяц-два, и они прекрасно общаются. Так вот, наверное, есть смысл некоторые вещи покупать в Польше при условии, что сюда сейчас там можно ездить. Конечно, медогонку провести сложно, наверное, но надо все посчитать, потому что пока я вижу, что та медогонка, которая у меня в Беларуси, маленькая, четырехрамочная, поворотная, механическая, она здесь стоит на 120 долларов дешевле. Ну, 120 долларов, по крайней мере, бензин можно отбить за поездку. Поэтому, конечно, есть желание привезти побольше медогонку, но все нужно посчитать, и главная растаможка у нас. Ну и главное, чтобы границы были открыты, а не то, что сейчас происходит. Мы тут с трудом выезжать можем. Пару дней до Рождества осталось уже, хочется быстрее завершить дела. И успеть к Рождеству приехать в Минск. И, конечно, хочется всех поздравить с наступающими праздниками Рождественскими, с наступающим Новым годом. Желаю вам побольше всего успешного, побольше финансового благополучия и здоровья. Финансовое благополучие позволяет, в принципе, получить возможность заниматься любимым делом. Можно покупать все же ульи классные, можно покупать хорошие медогонки. Самое простое, просто арендовать какую-то технику и засеять соседние, там, пустующие поля, там, синяком, фацелий. И сделал так, чтобы хиловодство реально приносило удовольствие и деньги. Всех с праздниками! Всем благ! Всего хорошего!